Флаги на всех знаковых зданиях Великобритании приспущены. Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату, говорится в сообщении Букингемского дворца. Соболезнования в связи с кончиной супруга королевы Елизаветы II, герцога Эдимбургского принца Филиппа, поступают со всего мира. Со специальным заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон. Как опытный машинист он помогал вести в нужном направлении королевскую семью и монархию, который остается неоспоримо важным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны, сказал Джонсон. Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин написал в своем твиттере, с грустью узнал о смерти его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдимбургского. Наши мысли молитвы сейчас с королевой Елизаветой и народом Соединенного Королевства. Соболезнования ее величеству королеве, королевской семье и народу Соединенного Королевства в этот очень печальный день выразила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вспоминали принца Филиппа в этот день и в Австралии, который он посещал более 20 раз. Генерал-губернатор Зеленого континента Дэвид Харли выразил глубокие соболезнования королевской семье и всем народам Содружества. «Принц Филипп оказал большое влияние на более чем 775 тысяч молодых австралийцев, которые участвовали в международной программе премии герцога Эдимбургского с момента ее старта здесь в 1959 году», — сказал Харли. Последнее публичное выступление принца Филиппа состоялось в 2017 году, а в 2018 он смог поприсутствовать на свадьбах своего сына Гарри и внучки Евгении.